Когда могилевский художник Федор Киселев гуляет по городу, он смотрит вокруг и даже делает зарисовки на ходу. Ведь и в нашу зиму случаются почти весенние солнечные дни, и тогда в мастерской с видом на театр настроения и идеи легко ложатся на бумагу. Киселев известный акварелист. Его картины это прекрасные пейзажи, наши памятники архитектуры, романтичные философские образы. Совсем недавно художника наградили медалью Франциска Скорины. Что же вдохновляет его на создание такой красоты? Вдохновляет то, что мы живем, что мы работаем, видим эту окружающую красоту, которая всегда была, есть и будет. Американский писатель Стэнли Горовиц сравнивал зиму с гравюрой, а весну с акварелью. Возможно, поэтому на январской прогулке с акварелистом мерещится весна. Вещание неба немножко иначе, другое. Другое? Да, но с точки зрения художника, вы же видите, как будто она лучше, чем мы. Люди столетиями ходят здесь, по этому месту, когда они задумываются, а что там могло быть раньше? А раньше это был гигантский, огромный насып здесь, на этом месте. Стояли пушки и так далее и подобное. И вот все это проходило, и театр был на рву. Эти места, которые здесь, ну, которые мы вот видим, их можно очень интересно подать. А что было в этом доме, где ваша мастерская? Гостиница, Париж. И как в Париж? Да, Париж. Мастерская в историческом месте, в старом доме, где особая архитектура и атмосфера тоже. Маленькая квартира с высокими потолками, полная самых разных вещей, абсолютно ненужных человеку обычному, но бесценных для творческой личности. Киселев, уроженец Климовического района, вырос в большой семье, где четыре брата стали художниками. Он сам выпускник худграфа Витебского пединститута. Почему акварель? Потому что в то время она была особенно модной, и его именно акварельные работы высоко оценивали преподаватели. А еще потому, что акварель – это импровизация. Говорят, чтобы покорить свою нравную акварель, нужно ей подчиниться. Об этом мастер предупреждает своих учеников. Я много лет поработал в колледже искусства, в Могилевском. Вышло огромное количество учеников моих, которые нашли свое место в этом художественном мире. Я думаю, что они тоже несут эту идею красоты. Я, конечно, очень рад. Наверное, самая известная картина Федора Киселева – вот эта «Озерная баллада». Именно она красуется на буклетах выставки в столице – Музее истории белорусской литературы. Эпиграф к ней – слова Нила Гилевича. «У глубинья земли наших душ корони». Лодка же – частый мотив в его творчестве, древний символ течения жизни, но к нему каждый зритель ищет собственный ключ. Мир он прекрасен в любом. Он может быть и в лунном свете красиво все это, и в солнечном, и в пасмурном. Кстати, во многих работах присутствует вот такой вот мотив лунного освещения. Вот где луны нету, а вот это вот такое вот очень такое контрастное, может быть, немногоцветное, но оно звучит символически и по слойбу, наверное, интересно. Медалью Франциска Скорина Федора Стефановича наградили в год, когда отмечалось 500-летие белорусского книгопечатания. И для него это очень важно и отрадно. А самая главная задача мастера – работать, пока хватит сил. Медалью Франциска Скорина Федора Стефановича Медалью Франциска Скорина Федора Стефановича